Всем привет! В эфире первый ноябрьский выпуск программы Али Мамата. И с вами Таня и Илья. Сегодня мы побываем на международном фестивале молодежи и студентов. Побываем на Хэллоуине и посетим Октоберфест. Короче, разберемся на месте. Ну что, начинаем, а то уже холодно. Илья, посмотри, сколько там градусов в Сочи? Так, плюс 18, безоблачно. Хочу туда, там солнышко, море, песочек. Так а почему именно туда? А знаешь, наша делегация из Могилева была в Сочи. Так насмотрелась фоток, видео, так туда уже хочется. О эмоциях, полученных на фестивале и возвращении на родину узнаем прямо сейчас. Это, ну, это как Олимпийские игры среди студентов. Это настолько было масштабно. И, конечно, наверное, в тот момент, когда я так думала о том, что я поеду, не поеду, я просто не осознавала масштабы самого мероприятия. И, конечно, сейчас бы я сильно волновалась, зная, куда я еду. Только когда мы приехали именно на этот фестиваль, когда я увидела это масштабное событие, это просто непередаваемое. Я не осознавала до последнего, что я представляю республику. Побыв там, ты даже немножко меняешься. Белорусская делегация вернулась с 19-го международного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, и они до сих пор находятся под впечатлением. Ну а как иначе? На протяжении целых восьми дней молодые люди имели возможность познакомиться с культурой разных стран, сравнить проводимую молодежную политику и, конечно, найти новых друзей. Организаторы каждый день устраивали сюрпризы. Встречи с известными политиками, различные мастер-классы спичат известного мотиватора Ника Вучича. И каждый день был наполнен чем-то особенным. Самый интересный такой момент был, ну и по причине того, что было очень много людей, были большие очереди везде. Конечно, это было так сразу неожиданно, потому что приходилось надо ставить по полтора, по два часа, но в очередях заводили самое интересное знакомство. То есть ребята пока стояли, а вы откуда? И то есть до сих пор общаемся. Представителям нашей республики такие вопросы задавали крайне редко. Всегда и везде не появлялись в своей униформе. Костюмы, которые на фестивале не узнавал только ленивый, стали предметом особой гордости наших делегатов. И даже приехав домой, многие поддаются искушению и надевают их в институт или на работу. Так случилось и на встрече со студентами Могилева. После возвращения представители Могилевской области решили встретиться с молодежью администрации города, чтобы поделиться впечатлениями, выдвинуть новые идеи, рассказать о планах на будущее. Ну и, конечно, дать советы тем, кто только планирует посетить следующий фестиваль. Такая возможность – уникальный шанс и мотивация для активной жизненной позиции. Я считаю, что нужно проявлять активную гражданскую позицию, показывать себя, так скажем, помогать своей стране, своему городу, быть активистом. Живите активной жизнью, открывайте для себя что-то новое, развивайтесь, участвуйте в конкурсах и побеждайте. И кто знает, может, именно вы представите нашу республику на следующем фестивале. Программа «Альма-Матер» раздаёт подарки! Чтобы получить фирменную кружку от нашего канала, вам нужно сфотографироваться на фоне своего учебного заведения, поздравить хэштег «Хочу в Альма-Матер» и разместить фото в одной из социальных сетей. В следующей программе мы уже начнём знакомить вас с первыми победителями. А пока смотрим лучшие публикации студентов в сети. Отличники, активисты и просто красавцы и красавицы вышли на сцену Могилёвского института МВД, чтобы выяснить, кто из них лучший курсант. Конкурс состоял из двух этапов. Сначала студенты состязались в знании приёмов самообороны и в решении тактических задач. А вот второй этап оказался самым зрелищным – визитка и творческий номер. Курсантом года стала Елена Максимик. Совсем недавно в Могилёве закончился фестиваль «Золотой шлягер-2017». Музыканты из разных стран оставили на память не только фото и автографы, но и кленовую аллею. Артисты высадили несколько десятков деревьев, а помогали им в этом активисты БРСМ. Лучшего студента года выбрали не только в Институте МВД, но и в Сельскохозяйственной академии в Горках. Конкурс был разделён на два этапа. На заочном участнике представили портфолио и видеоролик на тему «Я студент» и написали эссе на книге белорусских авторов. Очным этапом стало выступление на сцене Дворца культуры. Победителем стал студент 4-го курса экономического факультета Алексей Витович. Два месяца прошло с начала учебного года, а первокурсники до сих пор знакомятся друг с другом. Пропуск в студенческую жизнь получили новобранцы Университета продовольствия в общежитии номер один. Ребята со всей ответственностью подошли к выбору реквизита и творческим номерам. Студенты, как и все молодые люди, любят путешествовать. А в МГУ имени Кулешова знают, как сделать это весело и выгодно. В октябре студенты этого вуза нагрянули с экскурсии в Киев. Церкви, дворцы, музеи – это всё, конечно, хорошо. Но больше всего ребятам понравились прогулки по дневному и ночному городу. Впечатления незабываемые. Сегодня, 8 ноября, празднуется день рождения КВН. Поэтому поздравляем всех веселых и находчивых студентов и школьников с этим праздником. А продолжим программу «Алимаматор» ещё одним суперкультурным событием. 62 участника из 18 учреждений образования и культуры шести областей нашей страны и города Минска приняли участие в республиканском семинаре-практикуме «Коллективное инструментальное творчество как средство эстетического воспитания молодёжи». Название сложное, а вот суть простая. Два дня руководители оркестров со всей Беларуси делились опытом, посещали мастер-классы и круглые столы. «Приятно, что все с удовольствием отвлекнулись на наше предложение, что нас поддержали и официальные, и государственные органы управления идеологией, и область полкома, и горосполкома. В общем, в такой обстановке приятно работать». МГУ имени Кулешова не зря был выбран площадкой для семинара. Здесь работает шесть народных коллективов, и преподавателям этого вуза есть чем поделиться с коллегами. Говорящая рулетка, говорящий калькулятор и говорящий тонометр. Здесь почти все средства говорящие. В Центре социального обслуживания населения таких приборов много, и все они служат для облегчения жизни слепых и слабовидящих людей. Зрячие люди мало знают об этих приспособлениях, но только не студенты МГУ Кулешова. Для них это не просто экскурсия в Центр соцобслуживания, а практические занятия по предмету современной социальной службы. «Умеют возможность увидеть воочию действительно людей, которые нуждаются в помощи, и увидеть тех специалистов, которые оказывают очень квалифицированную помощь». Все можно потрогать и даже опробовать на себе. Студенты факультета педагогики и психологии детства изучают эти предметы в рамках учебного плана. Но в неформальной обстановке это делать интереснее. Больше всего запомнилась указатель. Вместо трости его используют, чтобы определить, есть ли препятствия перед человеком. Это и интересная, и актуальная тема, чтобы они знали. Они не просто знали, но чтобы они могли объяснить людям, что существует такая категория у нас населения, которому нужно не просто помочь, но и знать, как правильно помочь. Вот этому мы и обучаем. Студенты учатся на втором курсе, и до первого места работы им еще как минимум два года. Однако они, вдохновленные, уже строят планы на будущее. Лично я бы даже вела бы какие-нибудь лекции, кто-нибудь даже приезжал бы в школу именно, потому что на своем примере я понимаю, что нам никто в школе так бы полно не объяснял. А на очереди моя самая любимая рубрика «Контрольный вопрос». С полетию Октябрьской революции мы подготовили очередной каверзный вопрос. Да. А вы знаете, какая настоящая фамилия у Ленина? Ленин? Нет, не знаю. А если вам скажу, что это его псевдоним? Нет, это мой Ленин. Это вы Ленин? Да. А если я скажу, что Ульянов? Ну, не знаю. Согласитесь с этим или нет? Нет, не соглашусь. Не скажу. А есть какие предположения есть? Такие я знаю, но я не скажу просто. А почему? Просто я очень скажу. Вообще, настоящая ли эта фамилия, как думаете? Нет. Вроде бы где-то в истории нам вроде говорили то, что вроде бы нет. Какая настоящая фамилия Ленина? Дедушка. Ульянов. Вот, видит, где-то не знает. Спасибо большое. Ульянов. Ульянов? А вы знали? Да, да. Я просто затупила, и у меня просто ложи стали. Ильич, ильич. Секунду. Сейчас вспомним. Я верю, что вы вспомните. Я тоже. Ульянов. Точку. А что такое Ленин вообще? Ленин – это лидер, это политический, это вождь. Ульянов. Так, правильно. А кто такой вообще Ленин? Революционер. Так. А чем он так известен? Почему ему памятник-то поставили? Ну, он совершил главную революцию в стране. Как бы... Что он еще сделал? Ну, он много чего сделал, вообще. Сказала такое с приколом, даже мне понравилось. Это глава, элевационный, как-то вот... Нет, не могу даже вспомнить. Как-то вот... А вы своими словами скажите. В вашем представлении кто это такой? В моем представлении? Ну, основатель. Чего? Основатель всей вот этой вот системы нашей, в которой мы живем. Я точно знаю то, что, ну, вроде бы, в 1918 году он там была революция октябрьская. Вроде бы он там что-то замучил. А кто такой вообще Ленин? Это отец пролетариата. Сейчас в Мюнхене в самом разгаре Октоберфест. Самое большое народное гуляние переместилось и в Могилев. А как оно прошло, узнавал наш супер-мега-крутой корреспондент Михаил Серков. В одном черном-черном городе был один черный-черный университет. И одной черной-черной ночью в канун Хэллоуина студентку Таню что-то напугало. Что же стало с Таней, мы так и не узнали. Зато попробовали кровь вампира и пирог прах ведьмы. Но обо всем по порядку. Крупнейший в мире фестиваль из Мюнхена приехал в Могилев. На Октоберфест мы заглянули в университет продовольствия. Самое большое народное гуляние в мире каждый год привлекает около 6 миллионов посетителей. МГУП не может похвастаться таким количеством участников. Зато проникнутся атмосфера Октоберфеста и Хэллоуина получилось и у студентов, и у преподавателей. Скажите, как вы придумали это мероприятие? Все началось с того, что студенты предложили провести какое-то мероприятие. Разлучала фраза «Октоберфест». Но ввиду того, что мы пивной фестиваль не можем провести в университете, и сосисочные в том числе, мы решили провести Октоберфест. Буква «Э» здесь появилась неспроста. Организацию праздника взял на себя экономический факультет. Готовили блюда и придумывали им страшные названия, креативные студенты и преподаватели факультета. Вы не поверите, но очень аппетитными оказались пальцы ведьмы. Это песочное печенье и ногтики, как миндаль. Видите, что приготовили наши преподаватели? Это кожа болотной жабы. А на самом деле это что такое? Это блины. Отлично! После нескольких пар зашел для студентов конкурс на скорость по поеданию шарлотки. Тройка парней разыграла между собой главный приз – возможность прийти в куртке в деканат. Девочки, можно мне светлого нефильтрованного пива? Это же Октоберфест – пиво из сосисок? Нет. Что это? Это же знаменитые слезки твоего бывшего? Да! Сколько надо выпить стаканов, чтобы забыть бывшего? Пару-тройку и нормально. Но на самом деле у вас алкогольные напитки или нет? Нет, алкогольного ничего нет. У нас есть клинтвейн, который сварен на компотике. Дегустация теплых напитков и выпечки – тематическая викторина, конкурс на самый ужасный звук и фото-зона Хэллоуин привлекли даже проректора. Вы знаете страшилку? Одни студенты участвовали в ярмарке и ничего не занесли декану. Ужас! Кстати, цена на все вкусняшки была символической – 30 копеек. Поэтому и студенты остались не в накладе, и дело хорошее сделали. Собранное средство мы отправим в качестве подарков или сувениров в больницу сестринского ухода. Купим все необходимые препараты, то, что им необходимо, то и купим. Совершился праздник, как в фильмах ужасов – со звонком. Хоть девочка из колодца и не вылезала, все поняли – увидимся на Хэллоуин в следующем году. А на этом все. Включайте Беларусь, 4, Могилев, Альма-Матерс каждые 2 недели. И, конечно, не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте. Скоро увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин